Сегодня оранжевый костюм отправляется в поликлинику, дабы продлить свой больничный на две полованные пятки. Вот так на коленях харьковский художник под псевдонимом Василиса прополз и проехал больше 14 километров по дорогам и бездорожью, через подземный переход, троллейбусом и маршруткой. Весь путь занял около пяти часов. И все это для того, чтобы продлить больничный. Все думали, что какой-то инвалид. Бомж, не бомж. Вроде на бомжа не похож. Какой-то фрик, какой-то урод, маргинал, с которым может быть опасно иметь дело. А началось все с несчастного случая. Три месяца назад Вася упал с лестницы и сломал обе пятки. Врачам пришлось собрать раздробленные кости, как мозаику. Из пятки торчали такие у меня гвозди. Тут видно, вот они торчатся. Железная конструкция. Медики сказали, процесс выздоровления растянется на несколько месяцев. Вася оформил больничный. Но травматолог предупредил, чтобы получить заветную бумагу, нужно регулярно наведываться в поликлинику. Чтобы этот больничный не пропал, срок не прервался, чтобы я мог получить больничный, чтобы он был действующим, Я должен раз в неделю возобновлять в глазах врача свою болезнь. Он должен меня видеть, подтверждать, поразоваться что-то писать в сережурнале, ставить печать и отправлять меня домой. Вася возмущен. У него все же не насморк, а перелом обеих ног. Необходимость бегать в таком состоянии к врачу художник считает издевательством. Но травматолог настаивал. Таковы правила. Сам он на дом к пациентам якобы не выезжает. Больных принимает исключительно в кабинете. Вы обязаны прийти хотя бы один раз на осмотр. Каким образом или каким образом? Его это не интересует каким образом. Государственная система не позволяет вызвать врача на дом. То есть или это можно договариваться каким-то частным путем, методом оплачивания, гонорара и т.д. и т.п. Художник говорит, ни на врача, ни на поликлинику. Зла не держит. Понимает, виноваты не врачи, а система. Чтобы показать ее абсурдность, Вася и устроил арт-провокацию. Мы попросили спросить, у нас в форуме что-то? Нет, это я на больничной. Как люди ходят к системе, как они к ней приходят. Это здравоохранительная система, судебная система, разрешительная. Все системы требуют людей в таком положении к себе. Я стал, чтобы люди посмотрели, как они это делают, как они выглядят, как система на них смотрит. Поликлиники уверяют, вышло какое-то недоразумение. Мол, к нетранспортабельным пациентам врачи всегда сами выезжают. У нас есть автомобили, санитарный транспорт, и врач едет туда. Такого, говорю, еще не было. Главврач признается. Бывает и просит пациентов, чтобы те сами приходили на прием. Ведь специалистов не хватает, и объездить всех пациентов они порой не успевают. Комментировать систему продления больничных здесь не хотят. Мол, приказы и правила у медиков не обсуждают, а выполняют. Не скрывают. На художника обиделись. Уверены, тот мог бы обойтись и без крайностей. Друзья, знакомые, такси, в конце концов, провезли его в поликлинику. Здесь есть пандус, есть лифты, в том числе и грузовой. Поднялся бы на пятый этаж и посмотрели. Я не вижу никаких трудностей для осуществления желания следить за своим здоровьем. А Вася уже идет на поправку. Пятки почти срослись, мозоли на коленях почти сошли. Но художник не унимается, продумывает новые арт-провокации под прицелом ГАИ и милиция. Ольга Коростелева, Вячеслав Мавричев, Виталий Гнеды, Медиагруппа «Объектив».